Коллеги, здравствуйте. Я Мурадзен Рубан, ускорее всего вы со мной знакомы. Я о чем хочу вас попросить. Выключите, пожалуйста, телефон, потому что меня сильно нервирует то, когда во время моих тренингов звучат звонки. Начнем. Кто из вас попробует дать определение ДДОС-атаки? Прошу. На любого. Очень похоже. Но вы говорите сейчас о ДДОС-атаке на исчерпание либо системных ресурсов, либо каналов. Есть разные ДДОС-атаки. И первое, и самое важное, о чем я хочу сказать, что ДДОС-атака вообще, венилов сервис-атака, это атака на исчерпание какого-то конечного ресурса. То есть, когда мы говорим про венилов сервис, мы должны понимать, что ресурс может быть исчерпан по-всякому. Пример последних нескольких дней – это вирус. Коллеги, если у вас есть вопросы, задавайте их мне. Если это не вопрос, то я попрошу послушать меня. Пример последних нескольких дней – это обнаруженный малвер на Android-платформе, который выполняет звонки без согласия пользователя. Ради эксперимента исследователи попробовали позвонить с многих телефонах на службу поддержки 911. Газаканда сайнах у СССР и у нас цена актуальция. Газаканда сайнах у СССР и у нас цена актуальция. Слайдера актуальция. Слайдера актуальция. Но это терминология. Это очень плохая информация. Ага. Попробовали позвонить на линию 9.1.1. Линия 9.1.1 перегрузилась приблизительно через 200 звонков с 200 различных устройств. То есть служба 9.1.1 перестала функционировать для людей через 200 звонков. Это один из примеров denial of service attack. Когда люди исчерпали ресурс, который называется количество свободных линий на линии 9.1.1. Другой пример атаки это тот, когда в разных версиях софта периодически возникают, обнаруживаются ошибки, используя которые можно привести к тому, что сервер софт перестает обслуживать запросы. Это denial of service attack. Если в столовой какого-то учреждения продают старые пирожки и от этого у людей случается расстройство желудка, это denial of service attack на туалет. Одним словом, мы должны понимать, что denial of service attack могут быть разные в разных случаях и применимые к разным ситуациям. Поэтому, когда мы говорим о том, что у нас случается denial of service attack, это атака, исчерпывающая какой-то ресурс. В случае с веб-аппликейшенами этих ресурсов два основных. Это канал, пропускная способность канала, и вторая часть — это вычислительные ресурсы нашей системы. В зависимости от того, как написан application и как это все реализовано, и как это все работает, это либо оперативная память, либо процессорное время. Иногда бывает, что application гнется на дисковых запросах, но, как правило, это не тот кейс, который нам нужно рассматривать и смотреть. В любом случае, что в первом, что во втором случае, наш сайт перестает функционировать, то есть перестает отвечать на количество пили и квесты, и, как следствие, этот сайт перестает быть виден. Что такое видос, distributed denial of service? Это тип атаки, когда мы не можем идентифицировать один или сколь-нибудь разумное количество атакующих хостов, и, по сути, мы понимаем, что атака на ресурс ведется со всего интернета. Мы не видим каких-то явных паттернов того, с каких мест к нам приходит атака. Мы видим, что эта атака приходит из разных стран, из разных подсетей, с различных autonomous systems. Мы не знаем, что фильтровать и как закрывать. И вот в этом случае мы понимаем, что ресурсы, которые исчерпываются, атака, которая построена, от нее очень сложно защититься. Мы не знаем, что нам закрыть и как нам закрыть. На очень похожем тренинге, который я вел два года назад, я говорил о том, что… Это хитрая система. О! Так я пытаюсь отключить. Основная цель атакующего. В первую очередь, закрыть доступ, прекратить функционирование веб-ресурса для решения каких-то своих внутренних политических целей. На самом деле, дос-атаки на армянский сегмент сети имеют довольно длинную историю. Если сегодня вы слушали то, как мы общались с Санвелом Мартыресаном, мы вспоминали разные истории, связанные с дос-атаками на армянский сегмент сети. Первый и самый такой поганенький кейс был во время выборов 2012 года. Парламентских выборов 2012 года, когда различные группы злоумышленников пытались прекратить функционирование сайта, который назывался «Карта наблюдений» и который вел Санвел Мартыресан. «Карта нарушений», который вел Санвел Мартыресан. И на этом сайте регистрировались те нарушения в выборном процессе, которые разные люди могли зафиксировать. Снять видео, например, или отправить текстовые сообщения. Помимо этого, в 2012 году в ВСА в конце апреля на два армянских сайта еще была организована дос-атака. Кстати, армянскими же пользователями и армянскими, назовем так, хакерами. Один из них сейчас сидит из-за того, что в 2015 году он организовал дос-атаку на Vivaro Bet и Totogame. То есть человек не прекратил своих развлечений. Это первое, о чем нужно думать в момент такого рода информационных противостояний, которые, знаменательная дата близится, 25-летие независимости Армении, и ожидается, что азербайджанские хакеры в очередной раз попытаются что-то сделать. Еще одна атака довольно значимая была в самом конце августа 2012 года, когда озера помиловали Рамиля Сафарова. То есть вы помните эту всю историю, когда его из Бенгрии привезли в Азербайджан. В тот день, когда его привезли в Азербайджан и еще не помиловали, додос-атаки на армянские ресурсы уже начались. Их целью было то, что когда они озвучат информацию о помиловании Рамиля Сафарова, чтобы не было реакции армянской стороны. И реакция армянской стороны их интересовала не в том контексте, чтобы какой-то один, второй или третий сайт не функционировал. Их интересовало то, чтобы информация с армянской стороны не попадала в новостные агрегаторы, не попадала в Google News, не попадала бы в Яндекс.Новости и вот в такие службы. Почему? Потому что с таких служб берут информацию основные международные агентства и международные средства массовой информации. Ценность кейса, ценность новостного ивента, который происходит в какой-то стране, большинство вот таких крупных международных игроков осмысливает и понимает по тому, насколько этот кейс виден, заметен, насколько этот кейс чаще упоминается в новостных агрегаторах, как, например, Google News. Именно из-за этого вот второй пункт, о котором я говорю, увести информационный источник. То есть сделать так, чтобы работал только ты, у меня было бы противоположной стороны. Это второй интерес организатора DDoS-атак. Третий пункт, который важен в процессе организации DDoS-атак – это создать видимость того, что твоя информация единственная, и поскольку она единственная, она верная. То есть если у нас есть какой-то медиа-ивент, про который мы рассказываем что-то, и нет противоположной точки зрения, то человек, который не знаком со всем этим делом, он увидит эту информацию, он ее употребит, эта информация останется у него в голове, и он не увидит противоположной точки зрения. Я всегда люблю предупреждать, что если у вас есть вопросы, задавайте их прямо сейчас, не бойтесь меня перебивать. Лучше, чтобы я ответил на вопрос по ходу, может быть не было. Честно говоря, я попробую ответить на ваш вопрос чуть шире, чем вы его задали. Смотрите, я считаю, что любое действие такое, не важно какое, DDoS-атаки, взломы и так далее, которые происходят с армянской стороны, они контрпродуктивны, они бессмысленны. Потому что если мы будем затыкать азербайджанские средства массовой информацией, у них однозначно будет какой-то рубик Маврадянного, который живет в Баку, который найдет способ их защитить. Если мы будем ломать азербайджанские сайты в ответ на то, что они взломали армянские сайты, мы не добьемся ничего. Потому что те же озера ломают у нас какой-то сайт какого-то фондюк-кооператива, который сидит, не потратил денег на защиту и взломали. Ну а мы взломаем сайт их фондюк-кооператива. Кому от этого станет лучше? Армении? Азербайджану? Народам? Кто-то выиграет что-то? Ничего. Поверьте, ваш вопрос не имеет разумного ответа. Какие-то действия, какие-то люди предпринимают. С вашего разрешения я отвечу. Когда мы говорим про контратаку или про что-то такое, мы понимаем, что мы воюем за что-то. Мы не воюем за сайт фондюк-кооператива в Азербайджане. Азербайджанцы не воюют за сайт фондюк-кооператива в Армении. Да? Во время крупных медиа-инвенков, когда происходят такие атаки, эти атаки имеют ограниченный временной ресурс. Потому что все понимают, что либо у атакующих кончатся деньги на организацию этих атак, либо у нас будет это все организовано так, что эти атаки будут бессмысленны. И цель нашего сегодняшнего сборища именно в том, чтобы сделать эти атаки бессмысленными, а не обсуждать вопросы, а кто кому контрудар нанесет. Чем отличается текущая ситуация от ситуации, которая была, например, год назад? Азербайджанские, назовем так, атаки, связанные с атаки на армянские ресурсы, как правило, бывают организованы в такие моменты, когда они получат максимальный экспожер, максимальную видимость в мировых средствах массовой информации. Как правило, это даты важные для собой армянской стороны. Для нас это классика. Это 1-20 января, это день армянских погромов в Баку. Это 27-26-28 февраля, это дни, когда была резня в Сумгаите, а для азербайджанцев это день, когда они рассказывают про то, что было в Ходжалу. Это дни независимости и большие государственные праздники. В чем смысл? Сам по себе праздник, день независимости или что-то такое, получает намного большее освещение в средствах массовой информации, чем обычные какие-то именты. Кейс, связанный с днем независимости, получает автоматическое усиление своей значимости и соответствующий экспожер в том же Google News и так далее. И, как правило, до апреля атаки на армянские медиаресурсы были связаны с значимыми датами. В первый раз атака на армянские ресурсы без значимой даты случилась тогда, когда азербайджанцы сбили наш вертолет 27 ноября 2014 года, если вы помните. Вот тогда было несколько атак, часть из которых сработала, часть из которых не сработала, но тогда они были зафиксированы. И это был первый случай, когда они начали атаковать неподготовлено. То есть, когда было видно, что это не заранее подготовленная вещь, а что-то собранное вот так на ходу. И вот именно тогда, в 2014 году, удалось отследить, как и откуда это работает. Как правило, такого рода атаки, по крайней мере, из шести ресурсов, на которые атаки были, которые я защищал, как правило, выключение доступа этих ресурсов на страну, которая называется Украина, приводило к тому, что атаки из Бразилии, из Южной Америки, из Юго-Восточной Азии прекращались. Что это означает с точки зрения атакующего? Если мое предположение было корректным, то атакующие товарищи смотрели и видели, что ресурс недоступен, и они прекращали атаку, потому что это означало, что продолжающаяся атака стоит денег. То есть, либо магнитюд этой атаки уменьшали для того, что это было очень мало запросов, либо эту атаку вообще прекращали, потому что считали, что своего добились. Именно это позволило мне подумать. Я хочу сразу сказать, что я не уверен, что это была Украина. Я вам рассказал, почему я думаю, что это была Украина. Что у азербайджанского чего-то, назовем это Коменд-центром, были связи с украинскими товарищами, которые такие вещи организовывали. Следующая незапланированная атака произошла во время четырехдневной войны. И что было интересно, что во время четырехдневной войны атаки были, векторы этих атак, максимально отличались от того, что было до того. Что изменилось в Азербайджане за то время? Сам Вэл Мартырусян об этом очень хорошо сказал. В Азербайджане сменился министр национальной безопасности. Когда они сменили министра национальной безопасности, вместе с ним было уволено еще шесть высокопоставленных азербайджанских ГБшников. В том числе, человек, который отвечал за кибербезопасность. И это был тот человек, который занимался аутсорсом всех этих мероприятий. Как на Украину, так и еще туда. Во время четырехдневной войны мы увидели три типа атак. И это было очень интересно. Атаки были довольно примитивны. Первая атака – это логики. Что такое логик, кто знает? Нет? Вы знаете. Хорошо. Вы знаете. Вы. Прекрасно. Логик – это добровольный клиент для DDoS. Это работает приблизительно так. Человек ставит эту программу сам к себе на компьютер. Сам запускает эту программу против какого-то веб-сайта. И если этот веб-сайт по какой-то причине плохо сконфигурирован, то его можно положить, даже запустишь логик с одного компьютера. Если это не получается сделать с одного компьютера, то это можно сделать с десяти компьютеров, со ста компьютеров. Все зависит от того, как именно эта группа будет организована. Какие методы организации там будут существовать. Следующая атака очень интересная. Завел один, я не знаю даже кто, с пространства гостинг-серверов в Германии. И что они делали? Они запустили программу, которая называется ABA. Apache Benchmark. Она входит в дистрибутив Apache. Сделана она для того, чтобы понять, а сколько запросов в секунду может обслужить веб-сервер Apache. Внимательно взяли на четырех VDS-ах. Запустили Apache Benchmark на наш сайт, который назывался Разменко. Сначала это был просто Apache Benchmark, и это было видно, что они делали так. Потом, через какое-то время, они запустили что-то, что могло. Сам Apache Benchmark такого делать не может. Что может делать пост на какой-то URL. Не этот вопрос не в юзер-агенции. Apache Benchmark-овские паттерны очень отслеживаемые. Там вообще не вопрос. Они изменили тип атаки. Они начали запускать большое количество search-реквестов на этом сайте, используя как search-string случайное число. К чему это приводит? Потому что, во-первых, MySQL cache, который работает для таких случаев, перестает корректно функционировать. То есть постоянно новая строка у нас приходит в MySQL, и MySQL отдает каждый раз новую страницу. Второе. Сам запрос, который сюда приходит, это небольшой пост. Этот пост пришел, он вызвал большую нагрузку на сервер, и сервер когда-то на это ответит, что-то пошлет, но неважно. Потому что таких постов приходит тысячи в секунду. И все эти тысячи в секунду сервер должен обслуживать, сервер должен на это думать, обращаться в базе данных, делать что-то со своим диском и так далее. То есть он перестает функционировать. И третье. ICMP. Я тут забыл указать. UDP. ICMP Food. Это то, что озера устроили против инфраструктуры нашего Министерства национальной безопасности, которое защищает государственные веб-сайты. Дело в том, что Министерство национальной безопасности защищает государственные веб-сайты с помощью системы, которая называется IPS. Intrusion Prevention System или Intrusion Detection System. Это два вот таких аббревиатура. Но оно имеет ограниченную пропускную способность. То есть к ним приходят каналы от нескольких провайдеров, и эти каналы ограничены. Наши заклятые друзья начали ссылать туда сначала большое количество ICMP пакетов. Когда люди поняли, что ICMP пакеты нужно отключать, они начали ссылать туда большое количество UDP пакетов на 53-й порт. Что у нас работает на UDP-53? DNS. Что случится, если мы закроем DNS? Ничего работать не будет. Соответственно, DNS должен быть всегда включен. Если DNS всегда включен, UDP пакеты на 53-й порт всегда можно посылать. Если мы закрываем UDP-53, то у нас перестает работать DNS. Это то, почему отдельно я буду говорить о том, что Веб-порт он TCP, он не UDP. Ну да, а TCP-запросы они меньше всегда. Вы не можете TCP-запросами залить канал. Вы можете отправить много TCP-запросов, которые будут инициировать сим-соединение, но это сим-флуд и решается дефолтной настройкой Linux-систем, которая называется TCP-синкультис. Причем решается давно, в поставке всех новых дистрибутивов это есть. Как бы этот вопрос закрывается довольно легко. Вот с UDP это все намного сложнее. Чего не было во время четырехдневной войны? Не было distributed denial of service attack. И это то, что заставило, ну, по крайней мере, меня серьезно задуматься. А вообще в чем тут причина? Да, единственное объяснение, которое я нашел, это то, что связь между озерами и украинскими товарищами по какой-то причине нарушилась. И еще один ответ, он был такой, что на самом-то деле в 2014 году на Украине еще не началась большая война, и не началась война компроматов. В 2015 году и в 2016 эта война компроматов была в самом разгаре. Если вы будете отслеживать украинскую сцену кибербезопасности, то вы увидите, что они проходят и недели-двух без того, чтобы не слили в интернет чьи-то почтовые архивы, чьи-то персональные данные, не поломали бы каких-то сайтов и так далее. Что это означает? Это означает, что Украина с экспортера услуг хакерства стала потребителем услуг хакерства. И это, да, конечно, снизило те риски, которые были для нас, и снизило вот те оброзы, которые для нас существуют. Другая интересная вещь, которую я заметил, это то, что было очень много серьезных причем попыток сбора разведывательной информации. То есть люди сидели и очень внимательно смотрели на то, как администраторы различных ресурсов реагируют на спонтанные всплески активности, которые возникают на их серверах. Самое интересное то, что сбор вот этой вот разведывательной информации, назовем так, происходил с армянских IP-адресов. И это было очень интересно, потому что такое случилось в первый раз. Ровно так же, как в первый раз в апреле случилось то, что называется армянские боты, то есть члены ботнетов, которые функционировали в Армении. Однозначно с армянских IP-адресов запускались сканеры безопасности. Паттерны W3AF, которые и никто, которые работали на ресурсы, которые я защищал, существовали практически на всех. Практически все медиаресурсы – это TFTM, это ISO-AM, это Panorama-AM, это BlogNews. Вот на всех них существовали паттерны того, что активно сидели люди и перебирали, что там происходит. Ровно так же активно работали логикоподобные боты, которые пытались устраивать DDoS-атаки на те или иные ресурсы. И эти логикоподобные боты были обувлены. Я вам покажу скриншот, как Cloudflare четко фильтровал эти армянские IP-адресы. То есть вот скриншот, который я покажу, это скриншот UConn в сети. То есть там был вот этот бот, который функционировал. Что было специфичного? Про RandomPireString в поисковой строке я уже рассказывал. Про RandomString, которым организовывался поиск на разных поисках, я уже рассказывал. Были попытки симфлуда. Что такое симфлуд? Кто знает? Поднимите руки. Так, наверное, все же я расскажу. Очень быстро. TCP-соединение устанавливается в три этапа. Если вы сервер, а я клиент, то для установления TCP-соединения я посылаю вам запрос TCP-пакет с флагом SIM. Вы отвечаете мне TCP-пакетом с флагом SIM и EC и номером высшего порта, по которому дальше должны установиться коммуникации. Я, получив SIM и EC, отправляю вам EC и DATA. И дальше наш обмен уже происходит. Симфлуд, он такой, я клиент, вы сервер, я отправил вам SIM-пакет, вы отправили мне SIM-EC, я не отправил вам ничего больше. К чему это приводит? К тому, что вы выделяете под это соединение область памяти, как правило, на Windows-системах это 64 киломайта и ждете. Ждете тот промежуток времени, который называется TCP-кайбал. Как правило, по спецификации TCP это 2 минуты. Да? За это время... что? А? Вопроса не было. Нет. За это время я могу вам прислать огромное количество пакетов. И для каждого из этих пакетов вы будете выделять область памяти и ждать 2 минуты. Вы выделите огромное количество памяти, вы займете все свободные порты в Адди Амазоне высших портов и на какой-то момент вы больше не сможете принимать TCP-сейдинг. Да? Защитой от этого является вот этот механизм TCP-синг-кукис, о котором я сказал, да, это линуксовская терминология, который занимается следующим. Он смотрит на количество пакетов, которые приходят с отдельного IP-адреса и через какое-то количество времени перестает принимать эти пакеты. Да? Если это распределенный симфлуд, то дальше вам нужно играть с параметрами этого TCP-синг-кукис, но, в общем-то, с симфлудами таким образом можно разобраться. Если вернуться, попытки симфлуда были зарегистрированы на четырех системах, которые находились у меня под защитой. И это значит, что люди пытались что-то сделать. Они пытались понимать, как они могут найти эти способы максимально спокойным и колхозным способом, чтобы не привлекать каких-то внешних вендоров, не привлекать какие-то большие блокнеты, но добиться того, чего им было нужно. Симфлуд, атака симфлуд существует в пакете лоик. То есть это один из таких классических механизмов, когда вы лоик передоставите к себе, и у вас появляется огромное количество, но огромный этап. 12, по-моему, типов атак воин, которыми можно атаковать удаленные век серверах. Следующее, что было интересно, что в случае с тремя атаками во время четырехдневной войны эти атаки были из одной конкретной страны. В одном случае это была Германия, в двух других случаях это была Россия. То есть эти атаки были локализованы по территории. Это означает, ну, ясное дело, что локализация территории Россия это немножечко громко звучит, или локализация территории Германии это немножечко громко звучит. Но в случае с Германией эти атаки были из одного autonomous system, в случае с Россией эти атаки были из четырех autonomous system. То есть из четырех различных сегментов сети, если назовем это так. Ну и сбор разведывательной информации. Это иллюстрация того, как в Cloudflare видна атака с рандомным поиском на сайте. С рандомным поиском на сайте. Вопрос был? Смотрите. Это нормальное поведение. Да? Это кешированные запросы, это не кешированные запросы. Если мы посмотрим, то мы видим, что не кешированных, что кешированных запросов приблизительно в семь-восемь раз больше, чем не кешированных. То есть до веб-сервера доходит 5-6-7 тысяч запросов за 15 минут. Каждый тик графика это 15 минут. А кеш отдают приблизительно 40 тысяч запросов за 15 минут. Все это нормально идет. Вот досюда и досюда. Обратите внимание, это не обычный пик. Это не... Это 4-15. Ясное дело, может быть здесь был ивент, который сильно распространился в соцсетях, и поэтому здесь пошел пик потребления этого дела. Но вот эти две, вот такое вот совпадение, говорит о том, что люди начали пытаться чего-то сделать. Да? То есть вот эти пики это знак того, что стоит начать беспокоиться. Вот до 7-15. Что? Три часа. Нет, три часа здесь не особо важно. Они здесь попытались, они дальше, конечно, что-то еще делали. Но самое важное 7-15. Почему 7-15? В 7-15 начинается то, что называется франкайп. Когда люди пришли с работы и начали потреблять вот всякий фейсбуческий контент, который, значит, у них есть. Это может быть естественным пиком в 7-15. Может быть неестественным. Но то, что это неестественный пик, говорит вот это. Смотрите. В 7-15 у нас резко изменился паттерн того, какое количество не кешированных запросов доходит до сервера. И этот паттерн, вот какой скачет. С каких-то несчастных 5000, которые есть, он поднялся до 130. Да? То есть случайно такого произойти не может. Что это означает с другой стороны? Это означает то, что запросы, которые приходят на сервер, не кешируются. А не кешируются те запросы, которые отдает нам динамический скрипт. Скрипт поиска. Да? Потому что каждый раз он идет, сам поиск идет через пост. Соответственно, уникального URL нет. И каждый раз выдача поиска меняется. Это реквесты, которые проходили через Cloudflare. Знаете, в нормальном режиме, вот что вы представили, это 7-7 миллионов реквестов в пике было. Да? Что мы сделали? Мы взяли и на самом сайте. Написали, чтобы результат поиска отдавал 404. Результат, не важно чего ищут на этом сайте, отдает ошибку 404. Мы показывали сайте, да? Что? Мы показывали. Нет. Когда вы отдаете 404, он посылает header. В общем, мы сделали так, что он отправлял header. Вернувшись, он отправляет header 404. Что это означает? Это означает, что, как правило, тот, кто генерирует запрос, посылает намного больший объем информации на сервер, чем получает эту информацию с сервера. Это во-первых. 404 идеально хешируется. Что у нас здесь есть? Реквест, который обслужил Cloudflare. Всего реквестов 31 миллион, хешированных реквестов 30 миллионов, что дошло до сервера 676 тысяч. Это означает, что вся нагрузка этой атаки, после того, как был применен вот этот вот способ перевода на 404, вся нагрузка этой атаки свалилась на сервера Cloudflare и никак не доходила до самого сервера. Этот API, поставить аппликейшн, который Google предлагает на ваш телефон, аппликейшн работает как под iOS, так и под Android. Этот аппликейшн не требует никаких привилегий, кроме одной привилегии на запуск внешнего варкод сканера. С помощью варкод сканера вы сканируете начальный сикхенс генератора этих чисел, этот сикхенс у вас остается, числа генерируются, вы в вашем аппликейшн встраиваете эти коллы и нормально работаете. Защита вашего аппликейшн от внешних вторжений вот таким способом тоже очень важная вещь, потому что увести пароль, которым к вашему аппликейшн цепляются ваши журналисты, очень легко. Я рассказывал на предыдущем своем токе довольно интересную вещь о том, что если ты это откроешь из праздного любопытства, то журналист, когда видит вот такой файл, он сразу же понимает, что вот сейчас к нему по почте пришла премия в 50 тысяч трасс. Вот она к нему вот по интернету приползла. Звездный час. Звездный час, да. И, конечно же, дабл клик. И, конечно же, вау. Но, когда мы понимаем, что журналист такое открывает, мы понимаем, что даже если он это открыл не на системе, которая внутри, в защищенном периоде, а на своей домашней, то вдруг оказывается, что эти журналисты и их редактора, для того, чтобы сэкономить чуть-чуть денежки, первое, что требуют от своих администраторов, чтобы они открыли фемью. Это хорошо, если пинги уже. Потому что на большинстве сайтов, которые я видел, доступ к админке открыт не просто из Армении, не просто от какого-то провайдера, а он открыт вообще. На половине этих сайтов админка находится под URL самвелом site.am.admin. И историй о том, как вот это вот все перебирали, как вот это вот все происходило, да? Арям Махиталям прекрасно рассказал во время сессии Самвелом Артелисяна о том, как взломали армянские посольства, о том, что сайт МИДа был защищен ГБшниками, и, значит, туда пробраться никак не могли, а сайты посольств, которые по случайному совпадению находились все на одном сэндере. Какой-то азер, уведя просто юзернейм и паспорт, ну, дальше дружинка. Двухфакторная авторизация спасла бы этих товарищей. Не было — не спасла. Ограничение доступа по IP-адресам спасло бы этих товарищей. Не было — не спасло. Если бы в этих всех сайтах админки находились по разным адресам, а не под одним, спасло бы этих товарищей — не спасло. Так вот, еще один урок, который я хочу, чтобы мы все запомнили, он заключается в следующем. Сайты ломают не из-за одной ошибки. Сайты ломают всегда из-за того, что этих ошибок несколько. Если вы ошиблись в чем-то одном — это еще не катастрофа. Это плохо, но это еще не катастрофа. Вот когда у вас этих ошибок несколько — это всегда катастрофа. Пойдем вперед. Имейл используется очень часто для алертинга. То есть для того, чтобы ваш, я не знаю, VPS, shared hosting, неважно что, присылал вам алерты. Если человек получил доступ к вашему имейлу, то, соответственно, он получает эти алерты. А это означает, что он получает информацию о том, насколько его атака успешна или неуспешна. Он получает автоматизированный фильтр от системы. Он получает информацию о том, что на системе заканчивается место. Он получает информацию о том, что исчерпывается какой-то ресурс. Это знак информации для того, чтобы работать. Очень часто алерты фильтруются. Люди просто выключают эти алерты, либо ставят фильтр на то, чтобы этот алерт Mark is read и archive в Google. Такого делать, конечно же, не надо. И про администраторов умений я уже сказал. Как нам защищать мейл? Первое и самое важное. Конечно же, выводить мейл на Gmail. На сегодняшний день Gmail предлагает самую качественную защиту от стороннего вмешательства. Первое. Gmail предлагает двухфакторную авторизацию не через SMS. Я говорил, что мы поговорим об SMS. Ситуация такая. Две недели назад, после долгих переговоров с американскими провайдерами сотовой связи, Национальный институт стандартизации американский запретил использовать SMS в двухфакторной авторизации. Если вы помните, была великая история о том, что нашли серьезные уязвимости в системе сигналирования SS7, которая применяется в 2G-коммуникациях на сотовых телефонах. После долгих переговоров с американскими вендорами сотовой связи выяснилось, что, по большому счету, операторы сотовой связи эти уязвимости закрыть не могут. Единственный гарантированный способ избавиться от этих уязвимостей — это выключить 2G-связь. Вот просто. А 2G-связь выключить нельзя, потому что для по 2G существует огромное количество, во-первых, устройств, которые работают до сих пор и, значит, как ты должен продолжать эту работу, но самое главное — emergency call, которые существуют в наших сотовых телефонах, если мы достанем оттуда сигналы, они идут опять через беджет. Именно поэтому, осознав, что исчерпаны механизмы того, как можно защититься от багов в SS7, именно поэтому Национальный институт стандартов сказал, что 2G, двухфакторная авторизация должна происходить либо с client-side токенами, либо с client-side девайсами, то есть устройствами, на которых написан ключ, и которые сейчас, например, на Amazon продают, Google их поддерживает. То есть, чтобы слогиниться в Gmail, вы должны взять и впендюрить USB-ключик. С этим ключиком вы в Gmail слогинитесь, без этого ключика вы в Gmail не слогинитесь. Итак, обязательно Gmail, обязательно двухфакторная авторизация с application или с ключиком. Это самое важное. И вообще было бы хорошо, чтобы у вас не сохранялась и не была настроена функция подключения к открытым Wi-Fi на ваших устройствах, планшетах, телефонах и так далее, на которых настроен этот Google аккаунт. То есть, подключаетесь и работаете только через data connection, который есть в вашем телефоне, который не панацеал, но который решает определенные проблемы с безопасностью. Через баги в SS7 можно получить доступ к вашим SMS, через баги в SS7 можно получить доступ к менеданным вашего voice. С большой сложностью, но можно получить доступ к вашему voice и практически нереально получить доступ к данным, которые передаются через телефон. Доступ к данным, которые передаются через телефон, можно получить только тогда, когда на телефон кто-то поставит вирус. Причем поставит вирус на рутованный или jailbreak. В обычном режиме поставить что-то такое, что будет перекладывать в трафик, не получается. Поэтому application на телефон, генерация отключений на самом телефоне и как бы вперед в списке. Вопросы по этой части есть? Нет? Ребята, я так хорошо рассказываю, что вы все понимаете. DNS, непрекращающийся спор о том, какой domain name нам нужно взять для наших ресурсов. EM или международный. Я склонен рекомендовать международный domain. Смотрите, в чем история. Она немножко параноидальная, но я о ней расскажу. В 2008 году, когда на 1 марта тут устраивали великую революцию, после 1 марта государство, неизвестно каким образом, надавило на армянский регистр доменных имен. И армянский регистр доменных имен разделегировал на какое-то время домейны тех сайтов, которые отказались подчиняться требованию о цензуре. Вы у меня спросите, а что будет, если будет это международный domain? Что-то не смогут, смогут. Но для этого потребуются иные телодвижения. Если в данном случае требуются административные телодвижения, то во втором случае, когда у вас домейн международный, потребуются технические телодвижения. И в этом есть ключевая разница. Потому что, если с вами начинают бороться техническими способами, вы техническими же способами можете эти ограничения обойти. В случае, когда с вами работают административными способами, у вас нет возможности техническими способами обойти административные запреты. Ваш домейнер перестает работать. И это самая большая проблема. Соответственно, если у вас есть сайт, о котором вы беспокоитесь, что его может когда-то государство захотеть закрыть, покупайте международный домейнер. Обязательно настраивайте у своего домейнер-вендора домейн-трансфер-лог и регистр-трансфер-лог. Что это означает? Это означает, что ваш домейн не смогут переписать на какой-то другой контакт и не смогут перевести к какому-то другому регистрару до тех пор, пока у них не появится с вами коммуникация по тому или иному каналу, который вы изначально определили. Как правило, это имейнер. То есть для того, чтобы увести ваш домейн от вас, нужно будет получить доступ к имейну. И это означает, что если у вас имейн защищен, домейн сильно увести не смогут, но в любом случае эту птичку нужно поставить, потому что даже если они смогут сымитировать запрос на перенос домейна от одного регистрара к другому, это будет обязательно закрыто и непереносимо. Обязательно включайте privacy на ваших домейнах, то есть чтобы не были видны административных контекстов и технических контекстов. Это приводит к тому, что люди, которые захотят внести ваш домейн, не смогут узнать и не смогут организовать атаку на те имейл-отписа, которые прописаны в контактных домейнах. То есть вам не нужно будет беспокоиться о том, чтобы максимально защитить ваш имейл, который к этому домейну привязан. Ясное дело, что имейл нужно защищать, но если злоумышленник этого имейла не знает, это намного лучше, чем если он этот имейл знает. Уводите DNS от вашего гостера. Смотрите, если DNS стоит у гостера, у злоумышленника возникает великое желание задедосить DNS. Что это означает? Когда он начинает дедосить DNS, он автоматически прекращает функционирование вашего сайта. DNS не отвечает на а-запросы, соответственно, до вашего сайта невозможно пробиться. Как правило, на провайдерском DNS стоит еще огромное количество других домейнов. Он обслуживает немедленное количество других домейнов. И, как правило, у них есть еще одна мерзкая привычка. Если какой-то домейн получает огромное количество запросов, они говорят, что мы это домейн выключаем, потому что ты мешаешь работе всех остальных. И у них есть такое право, которое прописано в контрактах где-то серенькими буквами. А? Гоудэнди. Гоудэнди, да. Вот на Гоудэнди такое бывало. Причем на Гоудэнди не share hosting, а WPS. Он говорит так, я не хочу беспокоиться, что там у тебя происходит. Отключай. Да, black hole. Все. Поэтому, когда ты уводишь DNS к серьезным DNS-вендорам, я об этом говорил вот на своей предыдущей презентации, например, если ты уводишь DNS к Cloudflare, ты успокаиваешься в том отношении, что, окей, эти люди из-за DDoS твой DNS не выключат. Они изначально готовы к тому, что на их DNS придет огромное количество трафика, мерзости и прочих, значит, пикник, которые есть. Очень внимательно нужно относиться к записям типа MX, NS, SPF и любым другим, которые необходимы для корректного функционирования подсистем. Смотрите, если вы открываете, ну, когда вы создаете запись типа MX, вы создаете механизм для того, чтобы функционировала почта на вашем домене. Да? То есть без записи типа MX почта на этом домене функционировать не будет, и, собственно говоря, это означает, что у вас не будет email. Но в записи MX вы указываете хост, который должен принимать почту для вас. Это означает, что, как правило, на этом госте должен работать 25-й PCP и 587-й PCP порты. Да? Для того, чтобы он нормально принимал почту. Запись SPF существует для того, чтобы подтверждать реверс DNS для вашего хоста. Одним словом, с помощью этих записей вы открываете кусочек своей инфраструктуры для того, чтобы email проходил нормально и электронная почта функционировала нормально. И нужно обращать особое внимание на эти хосты. Когда я говорю про особое внимание, самое важное заключается в том, чтобы на этих хостах крутился только email и ничего больше. Другое решение, оно такое, уводите email из вашей веб-архитектуры. То есть уводите email-сервер куда-то далеко. Мой любимый вариант – уводите его на платный Gmail. Уводите его на бесплатный Яндекс. Уводите его куда угодно, но не оставляйте его в вашей веб-инфраструктуре. Покупайте гости в Армении или не в Армении, я сейчас скажу нехорошую вещь. Покупайте его не в Армении. Это второй вопрос. Это второй вопрос. Это вопрос в коммерции, который вы знаете. Покупайте гости не в Армении. Все дело в том, что когда мы говорим про гости в Армении и гости не в Армении, мы должны понимать следующее. Что на сегодняшний день самая большая зарегистрированная видос-атака, которая была, она была против сервисов Акамай, это 500 гигабит в секунду, и 350 гигабит в секунду она была против сервисов Cloudflare. По сути, эти объемы трафика сравнимы суммарно со всеми каналами, которые приходят в Армению, и по которым сравнимы с Бендлитом всей армянской сети. Это означает, что у злоумышленников такие ресурсы есть, и б, эти ресурсы постоянно растут. То есть через какое-то время мы поймем, что даже если мы разместим хостинг нашего сайта на территории Армении, у злоумышленников будет возможность просто забить этот канал, и дальше нам нужно будет беспокоиться о том, а как мы от этого додоса либо отобьемся, либо не отобьемся, что будет и как. В любом случае, если вы работаете с Cloudflare, то лучше иметь ваш хостинг на американском бэкбоне, потому что у Cloudflare прекрасные соединения с американским бэкбоном, и там вы особо не будете беспокоиться о том, как со всем этим делом работать. Ни в коем случае не покупать share-гостинг. Что такое share-гостинг? Это тот гостинг, который стоит 5 или 6 долларов в месяц. Нормальный гостинг, VPS или VDS, стоит начиная от 100 долларов в месяц. То есть это те системы, к которым у вас есть административный доступ, это те системы, к которым у вас есть shell, это те системы, на которых вы можете применять все те вещи, которые я сейчас рассказываю. Не раскрывать реальный IP-гостинг. Смотрите, когда мы подключаем гостинг к Cloudflare, то на запросы DNS типа A мы всегда видим, или злоумышленник видит, или весь мир видит только IP-адрес самого Cloudflare. То есть он не видит реальный IP-адрес вашего гостинга. Он не может его узнать, он не может до него достучаться с тем, чтобы устроить какую-то неприятность на самой вашей гостинг-системе. Поэтому, когда вы покупаете VDS и когда вы покупаете VPS, смотрите на то, чтобы у вас была возможность сменить IP-адрес. Смененный IP-адрес гарантирует вам то, вот после того, как вы ушли под Cloudflare, гарантирует вам то, что этот IP-адрес не станет известен злоумышленным. Кстати, типовая ошибка при смене IP-адреса и с тем, чтобы его скрыть, это то, что этот новый IP-адрес прописывается в MX. Именно поэтому я говорил, чтобы уводить в mail-сервер с вашего VDS состава. Автоматизированные бэкапы. Ключевое слово здесь автоматизированные. На самом деле, если по приоритету, то в первую очередь автоматизированные, а в авторном случае бэкапы. Я всегда люблю рассказывать эту историю о том, что Sysadmin делится на две категории. Те, которые не делают бэкапы, и те, которые уже делают. Тут опять ключевое слово – это уже. Все, кто администрировал какие-то системы, все знают, что когда-то обязательно случится вон та самая мерзкая мазафака, которая приведет вас к тому, что вы так сядете и скажете, блин, был бы бэкап. И вот это тот вопрос, который сейчас немножечко об автоматизированности. Смотрите, у нас на курсе, ну вообще в политехе, по-моему, на каждом курсе, в каждой группе, есть парень, у которого кличка Трамп. Ну вот, значит, у нас на курсе был Трамп. Про него есть две великие истории. Вторую я расскажу потом. А вот, значит, первая, и опять у нас была прекрасная преподавательница Анна Короевна. И вот Анна Короевна, значит, пришла, Трамп пришел к ней на экзамен, и она спросила, да, я не знаю, там у меня коленки, вот, как его звали, уже не помню. Ну, короче, Трамп, скажи, а что это компьютер? Трамп так подумал и сказал, да, компьютеры эти вообще-то спаны. Вот, инч, асэс, энэ, камень. Значит, Анна Короевна, она преподавала архитектуру процессов. Ей как-то такое слышать было немножко странно. Она сказала, айсинхэн. И он сказал, да, инч, ламан асэс, камень. Анна Короевна уже ничего не говорила, она смотрела на него большими глазами. Это значит, асэдэ, энгур, иран, ламан асэс, камень. Энэль, анула. Она первая бы сказала, вот. Вот, я что хочу сказать. Компьютер — это действительно та шпучка, которая выполняет все то, что вы ему сказали. Если вы настроите на нем автоматические бэкапы, то они будут происходить всегда. У компьютера не бывает плохого настроения, похмелья, критических дней. Компьютер никогда не ссорится со своей девочкой. У него не возникает непреодолимых условий, типа сегодня вечером свидания, хрен с ним с этим бэкапом. Самая важная хрен с ним с этим бэкапом. Именно поэтому автоматизированный. Эти бэкапы нужно безопасно хранить. И давайте это тоже понимать. Когда мы говорим бэкап, что это такое? Это какой-то targo zip с содержимым вашей директорией на сервере и с дампом ваших вас дамп. Мы понимаем, что если злоумышленник получит доступ к этому бэкапу, то это означает, что он получит доступ вообще ко всем вашим данным, какие есть. Соответственно, бэкап, который хранится в public html-директории, это абсурд. Бэкап, который хранится на самом сервере, это абсурд. Бэкап должен храниться не на самом сервере. И бэкап должен доставляться до этого хранилища по методу push, а не по методу pull. То есть бэкап нужно проталкивать на ваш безопасный storage, а не ждать того, что безопасный storage соединится с сервером и его оттуда скончать. Обязательно нужно делать restore testing. Заново, restore test. Если у вас бэкап есть, это еще не значит, что он восстановится. Потому что если вы не сделали неправильный dump баз данных на SPL, то обратно вы можете его не поставить, потому что неправильная кодировка при экспорте приведет к тому, что при импорте вы туда импортируете какой-то китайский текст, но не армянский. И ставьте систему мониторинга. Они стоят недорого. Тот же Monitis, который армянская разработка и который разрабатывают в другом здании EUA на Аляка Манукьяна стоит, по-моему, 10 долларов в месяц на 1 до 100. Это действительно того стоит. Что же делать, если действительно наш сайт перестал работать? Такое может быть по огромному количеству причин и не только из-за злобных хакеров. Первое – иметь запасные площадки. Самые вкусные запасные площадки – это социальные сети и блоги. Задодосить в Facebook? Ну, я не знаю, никто не пытался. Может пытались, но не знаю. Учинывая то, что приблизительно половина трафика новостных сайтов приходит из Facebook, то есть это не Google, это не человек набрал TFTM и пришел туда, а именно продвинутые материалы, которые продвигаются в социальных сетях. Создавайте запасные площадки в социальных сетях. Создавайте запасные площадки на блогере. Blogger.com – это гугловская платформа для публикаций блогов. Twitter хорош для распространения короткой статусной информации. Например, на наш сайт DDoS.ataka, читайте нас в Facebook и в блогере по каким-то адресам. Twitter хорош для того, чтобы распространять заголовки новостей. Twitter хорош для того, чтобы распространять короткие текстовые новости. Если есть возможность, создавайте автоматические меры. Если ваш хостинг в Армении, создавайте меры за рубежом. Имейте возможность поднять ваши текарты из каких-то других источников. Может быть, это Google Drive, может быть, это еще. В зависимости от того, какой объем у вас на сайте. Сейчас вот то, что я буду читать, на самом деле я буду проходить по этому делу очень быстро, потому что у нас немножечко туго со временем. Я рекомендую следующие слайды вам просто фотографировать. Хотя эту презентацию я обязательно пришлю. Опять, да, мой мейл есть. В течение завтрашнего дня пишите мне мейл, и я ее зашаю с вами. На уровне IP нам нужно, чтобы на ICFP-запросы наш WPS отвечал только доверенным хостам. Нам нужно, чтобы все остальное было закрыто, но был открыт доступ к Cloudflare и к нашему Headquarters. Нам необходимо иметь возможность на ходу изменить IP-адрес и обязательно протестировать, что происходит с системой, когда мы эту IP-адрес меняем. Протестировать в спокойное время, не тогда, когда у нас началась эта. Обязательно поставить пакет, который называется IP-set. Что такое IP-set? IP-set это версия IP-tables, где вы можете задавать большие диапазоны в target-pole. То есть это не просто там, я не знаю, network-адрес slash 16, а, например, вот много вот таких вот slash 16 или slash я не знаю чего. Смысл в том, что IP-set очень серьезно помогает тогда, когда вам нужно блокировать большие диапазоны к чертовой матери. На транспортном уровне прямой доступ к 80-му и 44-му порту только на Cloudflare и на ваши Headquarters. Headquarters — это офис. Соответственно, офис должен иметь статичный IP-адрес и публичный IP-адрес. И когда мы говорим про публичный и статический IP-адрес, эта услуга стоит 2000 грамм в Ucom, потратите эти 2000 грамм. Это действительно важно. SSH — доступ должен быть открыт только к вашему Headquarters. Syncuchis — они по дефолту включены, но в любом случае их нужно включить. Любой входящий UDP должен быть открыт. Это, на самом деле, следствие вот из этого, что все остальное должно быть закрыто. Но в любом случае, я подчеркиваю, на UDP, вот если у вас есть веб-сервер, на UDP ничего работать не должно. Настройки Apache. Опять, если кому интересно, фотографируйте. Если нет, ждите этой презентации, которую я пришлю. Hip-life — выключен. MGM — preform, а не thread и не что-то другое. Настройки вот следующих двух пунктов, они будут на следующем слайде, и будет показано, как их рассчитывать и как их понимать. Обязательно нужно включить MaxRequestPerChild на какое-то конечное число. Не в ноль. MaxRequestPerChild — это директива, которая показывает через сколько обслуженных запросов Apache должен умелеть и листахнуться. Если там стоит ноль, Apache никогда не умрет. И потенциальные memory-лики, которые есть в JavaScript в языке, они будут постоянно отъедать память. Если этот параметр слишком большой, то этой памяти будет использоваться слишком долго. Если этот параметр слишком маленький, то Apache будет периодически подниматься и умирать. Я, как правило, выставляю его в 5 или в 10 тысяч. Обязательно включить мод-статус. Он позволяет вам понять, чем занимаются детки Apache, которые поднимаются и живут в вашей системе. То есть на чем они работают. К примеру, через мод-статус очень красиво можно увидеть атаку сим-флуд на 80-й блок. Включить мод-секьюрити. Это application-level firewall, который работает на самом вашем хостинг сервере. То есть он позволяет защищаться от доз-атак на уровне аппликейшена. Не на уровне IP, там тоже есть свои методы защиты, но на уровне аппликейшена. Вот это слайд, то, что нужно фотографировать. Это то, как считать память для Apache и для всех остальных сервисов. Следующие параметры до строки, которая называется max request per child 10000. Вот все эти параметры, их на самом-то деле нужно подбирать эмпирически, но эти параметры они из Apache and Book. В принципе это то, как я настраиваю систему, как я рекомендую настраивать систему, чтобы с ними можно было работать. Основное правило оно такое. Вы должны всегда оставить чуть-чуть ресурсов для того, чтобы вы могли к системе подключиться и поработать на ней через SSH. Прошу. Основная причина она такая, что когда ты запускаешь крефорк, твоя операционная система работает как гарбич коллектор. Как принудительный гарбич коллектор. У тебя нет понятия трейдер, когда у тебя один управляющий процесс, который открывает Inti. Да? Он у тебя обработал 10 тысяч записей, все этот процесс умер. Он не работает в одном адресном пространстве одного большого Apache. Понимаешь? То есть у тебя больше возможностей контроля этого дела, как так процесс. И еще одна интересная вещь. Unix системы, как правило, реализуют утилизацию многопроцессорных, ну многокоровых, назовем так, систем лучше на большом количестве процессов, чем на большом количестве CRM. Это чисто исторически так пошло. Дискуссия о том, префорт или не префорт, в апачевском комьюнити ведется очень давно. Принцип такой, пока у тебя нет Java, префорт лучше. Это, кстати, Nginx глобально на префорте. На префорте? Ну, он генерирует много процессов. Если ты подключаешь к нему CGI, окей, CGI генерирует еще один процесс, который у тебя называется, грубо говоря, PHP. Я не знаю, там у тебя PHP или что еще. В любом случае, много процессов, это для Unix системы лучше, чем один толстый процесс. Исторически пришло. Знаешь, если ты сейчас мне задашь вопрос, а почему, я дальше пойду в предположение. Но вот то, что я сейчас говорю, я говорю о том, что я знаю просто, что вот оно как-то так хорошо работает всегда. Про MaxisFestPerChild я рассказал, что я оставлю его либо в 5, либо в 10 тысяч, и как бы это то, что рекомендуется. Следующий пункт, он довольно сложно реализуем с точки зрения девелопера и довольно легко до него подойти с точки зрения администратора. Найти все те URL, которым действительно нужен пост, и их зафиксировать и разрешить пост только по этим URL или URL. На все остальные пост запретить. И это очень интересная функция. На самом деле, вот я видел, одна из технологий исчерпания ресурсов, она такая. Взять индекс HTML и отправлять на него какой-то двухмегабайтный файл постом. Проблема в том, что URL пост скушает, но не обработает. А к чему это приведет? Потому что эти два мегабайта будут передаваться от клиентской системы на сервер. И это один из очень вкусных способов исчерпания канала самого сервера. Это очень похоже на то, что делают, когда организуют лидеры. Запретить Quiristing, то есть вопросительный знак, запретить Quiristing только для тех URL, которым это действительно нужно в вашем аппликейшене. И обязательно использовать client-side хешинг-технологии. Это позволяет серьезно разгрузить ваш сервер. Это OnX file и InTech. MySQL. Выключить сетевой порт, чтобы он не слушал на 3306 и сети порт. Это самое важное. Я вот рассказывал коллегам, что не проходит полугода, чтобы в MySQL аксесс механизме или в MySQL проверки на юзерные паспорты, или еще где, не случилось бы такого бага, который заставлял бы всех очень серьезно не отключить. Просто выключите сетевой порт, он вам не нужен. Это решает вопросы как с перформансом, так и с безопасностью. Когда у вас есть MySQL socket, обмен данными происходит со скоростью записи на диск, а не со скоростью записи в сеть. На диск пишется намного быстрее. Используйте persistent connections. То есть, чтобы соединение открывалось один раз для инстанса языка программирования, в данном случае PHP, а не на каждой странице. Обязательно используйте QuiryCache. Анализируйте slowQuiryLog. Это запросы, которые выполняются дольше, чем промежуток времени. И, конечно же, самый хороший друг DataPase администратора MySQL это explain и explain. По WebApplication. Что нам делать с WebApplication? Двухфакторная авторизация. Я говорил о том, что Google открыла API для двухфакторной авторизации. То есть, вы можете на своем WebApplication внедрять двухфакторную авторизацию в Google бесплатно, и так будет всегда стоять всего. Разрешить доступ к обминской панели только с IP адресов вашего Headquarters, с IP адресов вашего офиса. Спланировать модули вашего веб-сайта так, чтобы их можно было легко отключить. Чтобы URL, который отвечает за Search, предположим, можно было бы легко отключить из контроль панели. Выключили, все, 404 на Search. Кто-то хочет чего-то поискать, 404 и пусть он дальше заложится. Ровно также очень большие ресурсы есть показ рекламы, если вы не используете каких-то сторонних вендоров рекламы, как, например, Adriver, AdWords, как угодно. Если это ваш собственный движок рекламы, то он сильно ест ресурсы. Сервер Site Caching. Чем меньше кода исполняется у вас на сервере, тем оно лучше. Генерируйте страницы на момент того, как в адмигу кто-то нажал кнопку Publish. Если у вас на кнопку Publish будут генерироваться статичные документы, это сильно разгрузит ваш сервер. Про Client Site Caching я уже говорил, это и Tag, и это Last Modified, и это... И самое важное, если вы будете подключать сторонний сервис по защите от DDoS Attack, то ваш аппликейшн должен как минимум держать 100 requests per second. Если он такого не держит, то поверьте, никакой Cloudflare вас особо не спасет. По настроению Cloudflare. Security level. Всегда выставлять high, и важно, на вас есть атаки или нет атаки. Не использовать широкие байтлисты, то есть не разрешать что-то по странам, а разрешать в лучшем случае по ecosystem, по которым вы получали или не получали какие-то позитивные или негативные вещи. Обязательно протестировать и включить aggressive level хеширование, то есть пусть он разгружает нагрузку на ваш сервер по максимуму. И включайте Web Application Firewall. В нем действительно очень много вкусного и хорошего. Нет. Значит есть бесплатный способ. Бесплатное. Бесплатное подключение. Оно не позволяет тебе работать с... Не, хешинг как раз позволяет. Не позволяет иметь правила Web Application Firewall и не позволяет тебе ставить page rules. Есть платная версия, первый level платной версии, он стоит 20 долларов в месяц на домене. Он тебе позволяет Web Application Firewall и он тебе позволяет page rules в количестве 20. И есть сервис, который стоит 200 долларов. Он работает 200 долларов на один IP-адрес, но вот там идет весь трафик на этот IP-адрес, то есть он работает и как обычный Firewall тоже. У меня те сайты, которые я защищаю, они все стоят в 20-долларовых хаундах, с тем, чтобы в нужный момент я смог бы апгрейднуться до 200-долларового, если мне что-то понадобится. Но 20 долларов в месяц на домене, ну это копейки. Это только за первый домен, каждый следующий домен по 5 долларов не помогает. Не, уже нет. Если у тебя были домены такие до июня 2016 года, вот такое работало. Да, и вот у меня мои 16 доменов, которые есть, я за них плачу 20 и за каждый следующий по 5. Но если я сейчас решу подключить еще один домен, я буду платить за него 20. То есть этот фонд они уже перестанут предоставлять. Что? В любом случае, что 5 долларов, что 20 долларов для защиты одного домена это копейки. Давайте будем понимать, что 20 долларов это 9000 с чем-то там драм, ну 10000 драм. Ну окей, это цена двух ланчей, если вы едите так, как я, и четырех ланчей, если вы едите так, как обычный человек. Что нам делать с headquarters? В первую очередь, это защита клиентских систем, и нам нужно понимать, что здесь у нас должно стоять лицензионное программное обеспечение. Когда я говорю лицензионное программное обеспечение, я говорю программное обеспечение, которое апдейтится. Окей, я знаю, что периодически возникают способы поломать Windows так, чтобы он апдейтился, но я ровно также знаю, что когда-то эти способы перестают работать. Поэтому, как бы, стоит понимать, что об этом стоит подбеспокоиться. Научите ваших пользователей не сейвать пароли в браузер. Я знаю, что это очень больно, я знаю, что это очень сложно, но ровно также я знаю, что администратор, который прошел по всем компьютерам и потёр все пароли к чертовой матери, он первые два раза будет врагом, во вторые два раза они просто забудут о том, что вы такое делаете. Двухфакторная авторизация везде, где возможна. Подчеркиваю, везде, где возможна. Никаких инвизоров. Вот это самый больной вопрос и самый сложный вопрос. И, собственно говоря, по этому поводу, вот в Panoramian Media Group, где я долгое время работал Chief Information Officer, он до сих пор там board member, это решение в первую очередь политическое и только потом техническое. Потому что очень много бизнес-процессов завязаны на этих инвизоров. И вам придется в первую очередь думать о том, как вы будете переделывать бизнес-процессы и только потом выключать эти инвизоры. Но истории со взломами через инвизоры, они... Если я раньше говорил, что у меня был один случай, потом я говорил, что у меня было два случая, потом я говорил, что были случаи, но, в общем-то, их было меньше десяти, то сейчас инвизоры это один из основных векторов атак. Забыли про него. Научите пользователей пользоваться хип-басами и всякими, значит, средствами для хранения паролей. И беспокойтесь о вашем корпоративном мейте. Как я сказал, я большой сторонник, поклонник, я не знаю, рекламщик Google. Google Mail – это наше все. И следующее. То, собственно говоря, почему мы собрались. Если у вас есть медиа-сайт, и этот медиа-сайт подвергается атакам, звоните вот по этому номеру. Эта контора называется Центр по связям с общественностью администрации Президента Республики Армения. И они предоставляют помощь при атаках на медиа-ресурс. Если у вас есть медиа-ресурс, который под атакой, звоните по этому номеру, и вы получите грамотную консультацию. Как правило, это грамотная консультация. Медиа-ресурс – это не сам. Скажем так, магазин – это не медиа-ресурс. Медиа-ресурс – это что-то, что распространяет пользы. Что? Личный блок с зеро-деями пойдет, сойдет как медиа-ресурс. Слушай, давай мы сделаем так. Я не знаю, сойдет он как медиа-ресурс или нет, но если это личный блок с зеро-деями, я подозреваю, что тебе обращаться по этим номерам не нужно. А если все же нужно, то обращайся напрямую ко мне, разберемся. Что? Мне-то не надо, пусть поработают. Ну, поработают, все равно я буду работать. Понимаешь? Как в том анекдоте. Да? Ну, или на моноцент просто . Ну, вот. Все? Я, кстати, хочу услышать вопрос. Прошу. Да. Я даст по тему. Ну, вот. Я так называю, есть даже даже с запасом слева и для него нет. Конечно. Смотрите, вы в Cloudflare можете применить такую вещь, которая называется Pagerules. Да? Это касается доллара. Да, потому что я называю, что это ценой доллара. О чем говорит? Я пишу «зеринк карта пейджерул». Можно сказать, что это ценой карты. Нужно эту карту делать карту. Да, все просто так. Но я пишу, вот эта карту. necysen я элект然 ь Да. Я скажу одну вещь, эту вещь, мы разговаривали с Владом, когда я курил, я могу сказать одну вещь, я не могу отвечать за Талтасицу, да, то есть давайте будем честными. Да, но когда мы говорим о Ганряка Царяне, мы говорим о том, что в Ганряка Царяне не может быть в безопасности, не вешай на стенку комнаты в Ганряка Царяне свою картину рембранда. Не, 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 даже если ты живешь с Царлянами, все равно не вешай картина Рембранда, да, потому что картина Рембранда не может находиться в Ганряка Царяне, да, ну не должна, ладно.